Всем привет! Меня зовут Александр Ефимов и вы в гостях у компании Папилонс. Сегодня я хочу рассказать вам о нашем широкоформатном сольвентном принтере, или говоря профессиональным языком, плоттере Волк С8. Плоттеры такого класса изначально были предназначены в основном для печати баннерной ткани с целью последующего монтажа на рекламные щиты – билборды. Самый распространенный размер билборда – 3х6 метров. Отсюда и рабочая ширина печатающего плоттера – 3,2 метра, благодаря которой на плоттере можно печатать баннер 3х6 метров одним полотном, не прибегая к склейкам или другим типам соединений, что значительно ускоряет изготовление, упрощает монтаж и делает конечное изделие максимально бюджетным. То целесообразно, учитывая то, что изображения на рекламных поверхностях меняются обычно очень часто. Срок службы изображения обычно от одного месяца до полугода, но могут менять и чаще. Учитывая вышесказанное, вполне ясно, почему к разрешению печати, естественно, претензий особенно не было. Главные качества, которыми должен был обладать такой станок – это высокая скорость, выносливость, низкая стоимость отпечатка и высокая яркость отпечатка. Последние два пункта – вопрос скорее к чернилам, чем к принтеру. И его закрывают наши чернила JetLine KMI для широкоформатных сольвентных плоттеров, которые продаются в компании Papylons. Немного позже прибавилось еще одно требование – псевдоинтерьерная печать. Это печать по качеству и разрешению, близкая к тому, что выдают эко-сольвентные плоттеры, печатающие медленнее, дороже, с использованием более дорогих эко-сольвентных чернил, зато с высокой детализацией отпечатка, позволяющей рассматривать отпечаток в непосредственной близи. И с прогрессом технологий псевдоинтерьерная печать стала возможной. Теперь, вооружившись небольшой теоретической базой, поговорим о широкоформатном сольвентном плоттере Volk C8, предлагаемом компанией Papylons. Мы не имеем данного оборудования у нас в шоурум, поэтому видеоряд я предоставляю, снятый у наших клиентов в компании Enigma, за что им огромная благодарность. Данный плоттер находится в эксплуатации уже около года и уже приобрел боевой вид. Поэтому в этом видео вы имеете уникальную возможность видеть сольвентный плоттер в естественной рабочей среде, а не на выставочном стенде. Этот станок оснащается четырьмя или восемью печатающими головами кониками Nolta KM512i 30 пиколит, которые работают на высокой частоте 45 кГц. Это в три раза быстрее предыдущего поколения голов, напрямую влияет на скорость печати. Станок приходит укомплектованный для установки 8 голов, даже если вы приобретаете в конфигурации по 4 головы. Таким образом вы имеете возможность расширения 4-головой версии до 8 голов, для чего вам требуется докупить еще 4 головы кониками Nolta KM512i 30 пиколитров. И это все. Вся чернильная система рассчитана под цветовую схему CMYK и имеет надежную и проверенную конструкцию с субтанками на задней части карет, откуда чернила самотеком поступают в печатающие головы через компенсаторы давления, позволяющие головам работать стабильнее на высоких скоростях. Подошва принтера, как и остальная несущая часть каретки, исполнена из фрезерованного алюминия и имеет регулируемый подогрев. Также плоттер имеет подогрев как непосредственно в зоне печати, так и постпечатного стола, и этим система сушки не ограничивается. Принтер имеет двухзонную систему инфракрасной сушки материала, которая очень эффективно сушит материал на больших скоростях, которые могут достигать 240 м2 в час. После инфракрасной сушки стоит ряд вентиляторов, чтобы остужать и досушивать материал. Это нужно для снижения риска слепания свежей печати в рулоне. Плоттер имеет систему подачи материала, состоящую из двух мощных валов, на которые кладут рулон с материалом и через свободную петлю подают его в принтер. Контролируют подачу материала оптический датчик. Также имеется вал, на который можно одевать рулоны с пленкой и фиксировать их специальными держателями. Это хорошее решение для материалов с намоткой печатной стороной наружу. Абсолютно так же устроена система подмотки от печатного материала. В печатном столе имеется система вакуумного прижима материала с регулировкой мощности. Это позволяет успешно печатать не самые качественные материалы и успешнее справляться с колебаниями влажности в межсезонье. Чернильная система принтера имеет прямой забор чернил из канистр. Далее при помощи надежных мембранных помп через фильтра тонко очистки, они закачиваются в субтанки на каретке, которые контролируют необходимый уровень с помощью датчиков уровня внутри каждого субтанка. Эта чернильная система давно зарекомендовала себя за счет надежности и простоты в обслуживании, как лучшее решение для данного типа плоттеров. Система очистки голов имеет классическую систему Пуржа, каждого цвета отдельно, что экономит чернила при прочистке голов. Для дополнительной технической безопасности система очистки снабжена комплексом аварийных субтанков. Также имеется система сброса чернильных капель в ходе небольших простоев плоттеров во включенном состоянии и система парковки печатающих голов на более длительный срок в выключенном состоянии, например, при выключении плоттера на ночь. Все эти системы в комплексе позволяют печатающим головам вырабатывать максимальный срок службы, не имея повреждающих факторов в ходе простоя и консервации. В штатной комплектации имеются подсветки рабочей зоны плоттера и зоны обслуживания печатающих голов. К любому узлу плоттера имеется быстрый доступ, не требующий разборки корпуса. Это ускоряет и упрощает процесс его обслуживания и очистки. Что касается электронной начинки машины, то тут все направлено на надежность и долговечность. Главное отличие от предыдущих модификаций шерохформатных плоттеров в том, что здесь отсутствует так называемая PCI-плата. Это такая плата, которая поставлялась в комплекте с плоттером, устанавливалась в управляющий компьютер и после благополучно терялась вместе с ним. Что обездвиживало плоттер и нередко навсегда. Здесь плоттер имеет материнскую плату и единственный кабель, связывающий плоттер и управляющий компьютер, это обыкновенный USB-провод. Таким образом, все компоненты принтера находятся внутри него и тут нет ничего лишнего, что для китайца, естественно, большой плюс. Обратите внимание, что плоттеров, внешне похожих на Volk C8, достаточно много. Это от того, что данная конфигурация является очень удачной и воспроизводится несколькими производителями. Однако, при ближайшем рассмотрении, не все они одинаковы. Различия между ними в сортах стали, используемые при постройке машины, а также в компонентах. Если качественную раму продемонстрировать сложно, то обратив внимание на компоненты, вы поймете, что перед вами качественный образец. Вот, например, на Volk C8 используется надежная рельса от знаменитого производителя Hewin. Или прижимные ролики, не только расположены достаточно часто, но и имеют металлические кронштейны. Обращая внимание на подобные мелочи, вы поймете, что имеете дело с производителем, имеющим значительный опыт постройки данных аппаратов и делающего это на совесть. Также напомню о том, что компания Papillon с самого своего основания занималась именно продажами баннерной ткани, и отдел оборудования в нашей компании начинался именно с плоттеров для печати баннеров. И как следствие, мы имеем немаленький опыт в этой области. Поэтому, приобретая Volk C8, вы получаете надежный, выносливый и эффективный инструмент для достижения ваших производственных целей, который прослужит вам долгие годы и не потребует больших вложений при обслуживании и эксплуатации. Дополню, что сервисная служба компании Papillon скачественно и быстро установит Volk C8 и при необходимости придет на помощь в течение гарантийного срока и по его окончании, поскольку мы нацелены на длительное сотрудничество с нашими клиентами, а не на разовую продажу. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и производите все необходимые манипуляции с этим контентом, в каком бы источнике вы его не нашли. С вами был Александр Ефимов и вы были в гостях у компании Papillon's. Всем добротного оборудования, надежных партнеров и до новых встреч!